Всем огромнейший привет! Спасибо, что заглянули ко мне в гости. Сегодня будет видео о моем продвижении с этим дизайном. Дизайн называется Альстромерия от Риолис. Я сейчас как раз перемотала канву и стало заметно, какой кусок у меня отшит посередочке. Вот такой же кусочек отшит посередочке и который я боялась, что придется распускать. Об этом было мое видео предыдущее. О том, что я неправильно подсчитала канву и так как я начала вначале отшивать серединку, а потом переключилась вдруг на отшив снизу и пошла, мне просто так привычнее отшивать и пошла наверх, то оказалось в такой неприятной ситуации. Вообще хочу сказать, почему возникла у меня такая легкая паника. Вообще мы все знаем, что фирма Риолис достаточно щедрая фирма. Она кладет много ниточек и действительно много ниточек остается. Но этим летом я отшивала ягоды. Клубнику я отшивала, красную смородину и ежевику. И вот в одном или двух наборах, сейчас я не могу вспомнить, я вдруг обнаружила, что одно или двух ниточек настолько осталось мало. Я даже боялась, что ее не хватит. И даже смотрела остаточки от предыдущего набора. И успокоилась только тогда, когда увидела, что цвет совпадает с остатками. То есть я посмотрела, что у меня этот цвет остался где-то в наборе. И в случае чего я могу им воспользоваться. Поэтому-то в принципе у меня возник такой страх. Я подумала, что раз Риолис стал экономить на ниточках, то вдруг у меня не хватит и для этого дизайна. Но, к счастью, все, как я понимаю, решается совсем неплохим образом. Во-первых, я хочу сказать всем огромнейшее спасибо за вашу помощь, за ваши отклики. Много очень людей откликнулось. И набросали мне ссылочки всякие со схемками. С переводами в ПМ. Даже с фотографиями остаток ниток. Многие стали предлагать свои остатки ниток. Хотя я совсем не просила нитки. Огромнейшее всем спасибо. Ну вот я просто хотела узнать именно у тех людей, которые отшивали этот набор, что там у них в остатках. То есть именно с этим набором все ли было в порядке у Риолис. Я не ожидала такой щедрый отклик от своих зрителей. Я очень тронута была. И сейчас даже немножко взволнована таким событием. Когда записываю вот это видео. Спасибо вам огромнейшее. В принципе, я вначале думала, что придется распустить вот этот кусочек. Ну, несмотря на то, что он все-таки с одной стороны не такой уж и большой, но и не такой уж маленький, на мой взгляд. А потом, когда распускаешь какие-то отшитые кусочки, то конва-то все равно остается в дырку. Ну, то есть неприятно работать потом на такой конве. И тут одна из моих зрительниц, Людочка, она мне прислала, представляете, она доработала схему и заполнила крестиками вот эти 10 клеточек, которые я прошляпила. Таким образом, что совершенно незаметно. То есть дизайн стал вливаться очень гармонично снизу рисунок. Стал сочетаться с верхней частью рисунка. Как будто так и было. Вот я просто вам покажу, что это такое. Я смотрела и на общий вид. Мне казалось, ну, совершенно непонятно, что там что-то добавлено. Мне главное было, чтобы и гармонично смотрелось там полностью дизайн. А вот сейчас я вам покажу для сравнения. Значит, вот здесь эта схема родная. Черной полосочкой отмечено то место, где, в принципе, она доработала эту схему и вставила крестики. Вот я распечатала из того, что было. И она вот здесь, представляете, вот так дорисовала схему. Да, практически разница небольшая. А так как здесь есть вот эти вот куски, где идут стебли, листья, и цветы как бы не группируются, видно по схеме, то я думаю, что это органично и вписывается. Так что я пока остановилась на том, что я не буду распарывать этот кусок. Пусть у меня будет такая индивидуальная работа, которая закончится практически индивидуальным дизайном. Людочка, спасибо тебе огромное. Я бы сама вообще не то, чтобы не взялась за это. Я бы даже не додумалась до такого. Но если бы додумалась, то, конечно, бы не взялась дорабатывать схему. Я боюсь, что мозги у меня устроены немножечко по-другому. Вот таким образом, пока у меня решился этот вопрос, я вот буду отшивать и покажу уже в следующем видео, как у меня встретились эти части отшива. Спасибо большое, что провели это время со мной. Желаю прекрасного вышивального настроения. И всем до новых встреч. Пока!